Когда работаешь в магазине HellRide, трудиться идешь как на праздник. То фура гигантская приедет, которую надо разгрузить, то буржую вовремя поставку не отправят, то райдерам визу не дадут. В общем, каждый день сплошное приключение. И специально для тех, кому интересно, как работает и чем живет HellRide, мы решили записать такой небольшой видеоблог. Если этот пилотный выпуск вам понравится, продолжим снимать дальше. А если не понравится, не продолжим. В общем, давайте посмотрим, что интересного нас ждет сегодня. Стоило нашему любимому работнику склада Александру выйти после отпуска на работу, как произошло сразу два интересных события. Во-первых, к нам наконец-то приехал эклад. А во-вторых, коллега Александра, который должен был помогать ему принимать этот эклад, травмировал ногу. И поэтому у Санька сегодня суперинтересный день. Санеч, скажи, пожалуйста, вот ты вышел первый день после отпуска, при этом приехал эклад и уехал Леха. Как ты себя ощущаешь после всего этого? А я не привожу эклад. А, ну вот, дорогие зрители, вы поняли, почему к нам до сих пор не приезжает эклад? Да, потому что мне тупо лень его привозить. Не будет эклада в этом году, не будет. Не так давно к нам приехала поставка рам и запчастей NS Bikes. Большинство запчастей осталось, ну, практически без изменений. Однако все-таки некоторые прикольные штуки появились. В частности, в 2016 году у NS появился новый цвет, ярко-оранжевый с черным. И если раньше кислота была зеленой, то теперь она еще и... Визерки-дой! Визерки-дой! В 2016 году у NS появилась новая рама для фокроса NS Lyre. Как говорится, пофокросил и бросил. Рама сделана под 12-ю ось, подходит для дуал-слалома, байкер-кросса, памп-трека, ну, вот этих вот ваших гоночных дисциплин. В частности, Лаура Бритауэр на ней уже успела выигрывать всяких памп-контестов. В Берлине там этап памп-ворд-серриц и прочее, прочее, прочее. То есть рама должна быть прикольной. NS Decade они наконец-то сделали с коническим стаканом, все-таки 16-й год на дворе, и добавили просто бомбический цвет, такой фиолетовый с синим. Я не знаю, как на видео, но вживую смотрится просто экстра-люто. Ну, а так это все тот же самый Decade, на котором можно занимать тумбочкой на всяких мировых слабстайл-эвентах, там, ФМБ, World Series, там, все дела. Тони! Картоновый роль! Тони и Карафоний. NS добрались и до карбона, сделав карбоновый руль NS Monogram. К нам приехала версия Monogram Plus для Доунхилла и Фрирайда. Вес руля 235 грамм, то есть где-то раза в полтора легче, чем алюминиевые аналоги. По заявлениям самих NS, они люто издевались над этим рулем, чтобы проверить, что он действительно прочный. Я помню, в далеком, да не таком уж и далеком, в 2011 году, были лютые холивары на тему прочности карбоновых рулей. Многие мне доверяли, а Макс Литвиненко поставил на свой дёртовый байк карбоновый руль, люто перекручивал фронтфлипы на нем, бился об руль груди и так далее и тому подобное, и руль жил. То есть я думаю, всё-таки будущее за карбоном, так что, наверное, этот руль поживёт. Время покажет. В общем, такой картоневый руль от NS. Из интересных особенностей руля стоит отметить текстурное покрытие центральной части, для того, чтобы руль не проворачивался в выносе. Не знаю, кем надо быть, чтобы руль проворачивался в выносе, но, видимо, у кого-то проворачивается. Здесь, по идее, не должен. Ещё одна прикольная штука – это рама NS Accentric Jumbo для колёс 27,5 блюз. Ну, вы знаете, набирающий популярный стандарт. То есть сюда можно запихнуть колесо большого диаметра с покрышкой 3,0 для любителей газиков, ну, или нормальной резины. Рама позиционируется как all-around, то есть для трейла, маунтина, эндуро, в общем, приехали бы в горы, вниз поездили, вверх поездили – классно. Интересно, что на офсайте NS указано крепление для успокоителя, хотя на самом деле его нет. То есть рамы-то они делают крутые, а вот описание не всегда. Но это не самое важное, правда? Ну, а помимо всего вышеперечисленного, в нашем каталоге много ещё всяких новых штук от NS, так что можете пойти посмотреть. Кстати, если кто не понял, это был не обзор, а first look. То есть мы типа показали, что прикольного приехало. Вот, обзоры – это уже отдельная тема, а как-нибудь в другой раз может быть. Парни сделали красивую витрину NS-Bikes с хорошим освещением, яркими рамами и новиночками. А вот тут они сделали витрину защиты Анил. Тоже с яркими цветами и новиночками. Ну, то есть всё красивенько и здорово. Мало кто знает, но к нам приехали рамы Experimental. Интересно в них то, что у них турбо-короткие перья, там, что-то 365 миллиметров, для того, чтобы можно было накрутить столько випов, сколько влезет. Такая вот рамца. Правда, без конического стакана пока, но это может ещё приедет. С косынкой, да. Что думаешь, нормальная тема? Нормально. Ну вот, тру пацаны снимают на GoPro на стедик, а мы снимаем просто на GoPro, поэтому у нас всё трясётся. Дорого в Барсу ездить? Да на самом деле нет. Всё зависит от того, сколько тебе нужно. И постоянно, когда ты приезжаешь туда, там обязательно есть какие-нибудь знакомые из Москвы, из Питера, ну и вообще с нашей большой страны, поэтому как бы никаких проблем, можно всегда где-нибудь переночевать, на крайнем случае на пляжу, на мути-сей визу, никаких проблем. А там ход байк-парк платный, кстати? Байк-парк платный, платный ход, там что-то, по-моему, 2 евро был, по-моему, дёрт, ну сами дёрты, и 3 евро, по-моему, парк. Можно как бы заплатить, по-моему, там 5 евро и кататься весь день. Честно-честно, можно где-то платить вообще там 2 евро или вообще вписаться на халяву. Многие наши райдеры записываются на халяву. Короче, вот это Артём, он классный. Он здорово дизайнит и фигачит в табличках всяких сумасшедших. И оценку делает, да. Артём, что ты посоветуешь нашим зрителям? Заниматься этим. Человек невероятной силы Александр Фадеев, который, к слову, занял первое место на конкурсе мастеров на велопарке, работает у нас в мастерской. Иногда. Александр, дашь какие-нибудь советы начинающим райдерам? Добрый день. Посоветую вам почаще обращаться в мастерскую, делать сезонные и комплексные ТО, и чаще любить свой велосипед. Я думаю, что кто-нибудь будет этот совет слушать, на самом деле. Конечно. Артемистичный. Я сделал замечание гаишнику. Я ехал на своем автомобиле. На своем автомобиле и сзади себя увидел гаишника, который едет без фар. Он остался рядом со мной, я говорю ему, взрослый товарищ инспектор. Фарки, говорю, включаем. Штраф 500 рублей. Он говорит, а, да, 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 включаем, конечно. Че, серьезно? Серьезно, да. Респект. Дай кулачок. Бе. Насчет эклата мы, естественно, пошутили. Вот Санечек носит, сейчас я ему буду помогать. Лучше вам даже не знать, где у меня была камера. Тяжело? Вот так вот Александр и Александр героически приняли этот, как его? Как, че мы там приняли? Эклар. Петюню. Рок-н-ролл. В свободное от работы время, некоторые работники хеллрайда катаются на больших велосипедах по тропинкам. Это называется мини-даунхилл. Велосипед большой, тропинка маленькая. Сейчас мы находимся в Яхраме, тут грязно. Посмотрим, что из этого получится. Я тогда влетел вот в этот деревце, который справа находится, и улетел влево по инерции. Знаешь, как пуля, как будто бы, ну, которая влетела в метро? Отрикошетила, типа? Да, отрикошетила. Там дальше веселее все будет. Дерево любви. Оно любит райдеров, а райдеры его не очень. Замечательно. На это уходили вот как вот эти товарищи. Очень замечательно. Ну, короче, да, тут, в общем-то, и пешком-то особо не пройдешь. Хорош. Давай-давай-давай-давай! Рути! О, красавчик! Как красиво вы сейчас есть! Чисто как по кайфу! Давай, Илюша! Давай-давай-давай! Выживай! Выживай! Муравьи! Это чтобы грязь отлипала? Прилипала! Нормальная тема? Отлично! Опа-па-па-па-па-па-па! Давай, Диман! За хел! Чё, Диман, как результат? Отлично! Я так. Рад еще проехался. Какое время? 1.15. А у тебя? 1.21. Есть! Он чемпион! Выполнил свой план! Ну, короче, вот. Диман сделал женщин. Ну, одну как минимум. Как минимум. Достойный мужской поступок. Есть куда расти. Готов? Да. 3, 2, 1, старт! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ничего себе, Игоряночка! Ты быстрый! Ну, как тебе гэп? В гонке, но... Вроде норм. Вот такая гонка по мини-даунхил в Яхроме. Это было весело.